Клиника-диагностический отдел. Отсюда начинается экскурсия по новому зданию областного центра профилактики и борьбы со спидом и инфекционными заболеваниями. Самое современное оборудование уже завезено, установлено и готово к эксплуатации. Рентген-аппарат нового поколения позволяет на ранних стадиях выявлять туберкулез, фиброскоп американского производства для диагностики заболеваний печени, в том числе и различных гепатитов. В центре теперь есть и вот такая лаборатория, первая и пока единственная в Приангаре. Это секренатор, Apply BioSystem. Основная направленность этого прибора – это генетические исследования. Причем генетические исследования уже такие утонченные, более глубокие. Например, создание генетического паспорта. Пройти обследование здесь смогут все жители области, а не только пациенты центра. Что касается последних, модернизация значительно повышает их шансы на долгую полноценную жизнь. В центре готовы предоставить не только медицинскую, но и социальную помощь всем в ВИЧ-инфицированном области. Сейчас их более 4000 человек. Здесь открылось отделение медико-социальной реабилитации, правовой помощи и консультирования, где абсолютно бесплатно квалифицированные юристы и психологи помогут и самим больным, и их близким. Здание центра начали возводить в 1994-м. Спустя два года стройка остановилась на 12 лет. За это время изменилось многое – и технологии строительства, и нормы СанПИНА. По словам подрядчика, возобновить работу после такого перерыва было непросто. Поскольку входили в здание разрушенное, оно было без консервации, в 1996 году оставлено. А на объект подрядчик зашел в 2008 году, в декабре. Поэтому много сил приходилось привязывать нормы 1996 года с корректировкой, усилением. В правительстве региона к объективным трудностям относятся с пониманием, хотя они считают, что они – оправдание всему. Очень много замечаний к подрядчику по качеству выполнения работ, потому что деньги колоссальные были потрачены, особенно последний транш, в размере чуть менее миллиарда. Но при этом мы видим, что отделка у нас как была там в Советском Союзе, так и осталась. Больше я хочу просто официально заявить, вот этого в области не будет. Это хорошие шаги, которые позволят нам уже переходить на новый уровень. Со следующих объектов мы должны строить лучшие больницы, и не только в России, но и в мире. Стадионы, все что угодно, что мы должны строить. Потому что Иркутская область – высокообразованная область. Здесь живут люди высококультурные, и нужно нам сделать все для того, чтобы мы продолжали хорошие традиции, в том числе и в медицине. Теперь главная задача – закончить переезд. Самое трудное – это без потерь перевести высокотехнологичное оборудование. Здесь необходима помощь специалистов из Москвы. Они уже выехали в Иркутск. В конце апреля, начале мая, центр должен открыть двери для своих пациентов. Галина Чернева, Николай Крупченко. Новости сейчас.